Всем доброго времени суток! По многочисленным просьбам я делаю урок, в котором хочу рассказать вам, как сделать вот такой вот переход. Этот урок предназначен для тех, кто уже немножечко разбирается в программе ProShowProducer, он довольно сложный. А те, кто только начинает осваивать программу ProShowProducer, я предлагаю сначала посмотреть видео урок создания перехода. Там все гораздо проще и легче. Ну, а мы сейчас приступим к созданию вот такого перехода, довольно сложного. Значит, давайте посмотрим, из чего он состоит. Я захожу в параметры слайда и посмотрим. Значит, у нас есть вот две, я отключаю все слои, чтобы показать вам, что здесь, из чего состоит. Вот. Вот у нас два слоя с цветами и листиками. Ну, давайте условно назовем их разделителями. Именно они будут разъезжаться и давать нам нижний слой фотографии. Следующий слой у нас идет маска, одна с нижним слоем, маска другая. Вот, если вы видите, вот так они будут разъезжаться. Потом идет футаж, с которого все начинается. Вот он рисуется. И два слоя, исходящий и конечный. Итак, для того, чтобы сделать все вот эти слои, давайте сначала посмотрим на футаж. Я открываю наш футаж, вот в просмотрщике. И вот, когда заканчивается его рисование, я останавливаю. И вот этот вот кадр нам нужно сделать из него снимок. У меня есть вот такая вот кнопочка фотоаппарата. Я нажимаю правой кнопкой мыши, выбираю папку. Вот та, которая мне нужна. И левой кнопкой мыши просто делаю снимок этого кадра. Закрываю и перехожу в фотошоп. Сейчас нам нужно будет немножко поработать в фотошопе, для того, чтобы подготовить вот эти слои. А потом мы все быстренько соберем. Открываем наш файл. Вот этот снимок, который мы сделали. Что для начала нам нужно здесь сделать? Ну, в первую очередь, снимаем замочек. Вы уже знаете, как это делать. Теперь нам нужно убрать весь вот этот черный фон. Для этого берем волшебную палочку и щелкаем по черному фону. Нажимаем клавишу D. Оставшиеся места черные тоже убираем. Нужно приблизить, чтобы более точно это сделать. Так, выделение убираем. Вот у нас получилась вот такая вот заготовка. Теперь давайте сделаем слой по размеру нашего экрана. Я беру файл, создать. И вот у меня ширина 1280, высота 720 пикселей. Окей. На этот слой мы переносим наш цветок. Берем инструмент перемещения и переносим на наш слой. Этот мы можем уже закрыть. Он нам больше не понадобится. А с этим будем работать. Значит, мы его немножечко смасштабируем. Просто увеличиваем. Я зажимаю левую кнопку shift и тяну вот так вот, чтобы у нас края касались внизу и вверху, чтобы у нас касался наш рисунок края листа. Нажимаю enter и немножечко смещу его влево. Просто, чтобы следующий слой открывался у нас не посредине, а как бы сбоку. Теперь нам нужно сделать две маски. Мы стоим на верхнем слое. Берем инструмент перо и аккуратно делаем линию, по которой будут раздвигаться наши маски. Ну, я это буду делать довольно грубо сейчас. Как это все делается, вы можете посмотреть в моем видеоуроке, как сделать фигурную маску. Там все очень хорошо подробно описывается. А здесь я просто быстро сейчас делаю, чтобы вам показать. Вот. Сделали с одной стороны. Нажимаем правую кнопку мыши образовать выделенную область. Становимся на нижний слой и заливаем. В данном случае у меня черный стоит. Вот черным цветом мы залили эту область. Добавляем еще один слой. И заходим в выделение, инверсия. И чтобы нам лучше было видно, меняем цвет на белый и заливаем белым цветом. Выделение отменить. Вот у нас получилось три слоя. На первом слое у нас цветы с листиками. На втором слое у нас одна маска. И на третьем слое у нас другая маска. Нам нужно теперь сохранить все вот эти три слоя отдельно. Итак, я отключаю нижние два и сохраняю. Файл Сохранить как? Обязательно здесь нужно поставить расширение PNG. Видите, у меня они сохранены, а вы просто добавляете в ту папку, которую вам нужна. На этом работа в фотошопе у нас закончилась. Я это закрываю и перехожу в прошуу продюсер. Итак, начинаем делать наш переход. Правой кнопкой мыши добавляем пустой слайд. Переходим в параметры слайда и делаем. Давайте сначала добавим два цветных слоя. Неважно, какие по цвету. Один и второй. Сверху мы добавляем наш футаж. Вот он. Так, давайте теперь посмотрим, что у нас по времени тут получается. Футаж наш занимает 4 секунды. Нам нужно его немножечко уменьшить, потому что у нас, вот если мы сейчас проиграем, смотрите, он довольно медленно и просто останавливается. Нам нужно, чтобы переход был не очень большой, максимум 4 секунды, как он есть. Но нам еще нужно, чтобы раздвинулись наши шторпи. Поэтому общая длина перехода у нас не должна превышать 3-4 секунды. Давайте тогда перейдем в параметры слоя. Громкость ставим 0, а скорость поставим 200%. Видите, у нас уменьшилось время нашего футажа до 2 секунд. Переходим в коррекцию и убираем черный фон. Как это все делается, вы тоже можете посмотреть в моем видеоуроке работа с масками и футажами. Я тоже не буду на этом останавливаться. И давайте посмотрим, что у нас получилось теперь. Вот распустился наш цветок и футаж остановился. Значит, у нас здесь 2 секунды должно быть. мы и выставляем конечный кадр у футажа 2 секунды. Теперь давайте разберемся с вот этими нижними слоями. Давайте нижнему красному назначим слой для конечного слайда, а голубому назначим использовать как переход для исходного слайда. Конечный слой у нас будет без изменений, а вот исходный мы поставим второй ключевой кадр на 2 секунде, там где у нас заканчивается футаж, и еще дважды его продублируем. То есть нажимаем правую кнопку мыши и выбираем дублировать один и второй раз. Теперь футаж мы переносим вниз. А к вот этим двум слоям мы должны добавить маски. Значит, становимся на второй слой и добавляем маску. Одну, которую мы сделали, переходим сюда на первый слой и добавляем маску вторую. Ну и давайте сразу же добавим наш цветок один и второй раз. Вот все слои, которые нам нужны, теперь нам нужно только настроить их движение. Итак, ну давайте начнем с самого верхнего, с цветков. значит, у нас футаж заканчивался на второй секунде, значит, мы должны первый ключевой кадр цветка поставить тоже на вторую секунду. Вот я его сюда двигаю. В первом слое и во втором слое, чтобы нам не путаться. теперь, допустим, первый слой у нас будет уходить вправо, а второй слой будет уходить влево. Вот мы стоим на первом слое и вот здесь переходим во второй ключевой кадр и просто двигаем наш цветок так, чтобы он спрятался. выставляем здесь 0, а тут, ну давайте 84 поставим, чтобы удобнее было. Точно такие же параметры мы должны выставить для вот этой маски, которая уходит вместе с верхним цветком вправо. То есть мы первый ключевой кадр перетаскиваем на 2 секунды и вот здесь ставим 84. Правильно, правильно. И смотрим, что у нас получилось. Вот наша маска вместе с цветком симметрично уходит вправо. Теперь выставим цветок и маску, которая уходит влево. В первом ключевом кадре она стоит на нуле и во втором ключевом кадре мы цветок двигаем влево. Ну вот его положение. Здесь выставляем 0, а здесь у нас получилось минус 55. То же самое делаем с маской. минус 55, 0 и выставляем первый ключевой кадр на двойничку. Смотрим, что у нас сейчас получилось. Вот у нас маски разъезжаются и все получилось так, как нам нужно. Теперь мы просто становимся на вот этот слой с верхней маской. Правой кнопкой мыши щелкаем и выбираем использовать как маску. То же самое делаем со второй. и смотрим, что у нас получилось. Вот мы отсюда начинаем двигать и нашей маски не видно. Переходим на синие слои и двигаем второй ключевой кадр до самого конца. в этом и в этом случае. И смотрим, что у нас получилось сейчас. Вот. Теперь все видно, все как положено идет. Теперь опускаемся ниже. Становимся на слой с футажом и мы должны его немножечко подвинуть под нашу маску и может быть немножечко смасштабировать. Потому что, если вы помните, мы немножечко поменяли масштаб у вот этих верхних слоев. Это же нам нужно сделать и здесь. Мы раскрепляем вот этот замочек и пытаемся подогнать наш футаж под заготовку. Вот примерно так. Сейчас еще чуть-чуть. Вот, чтобы они совпадали по размеру и по всем остальным параметрам. Немножечко я здесь. Вот. Вот у нас получилось. Теперь этот ключевой кадр мы копируем в предыдущий и смотрим, что у нас получилось теперь. Вот раскрывается наш цветок и разряжается. Вот я еще раз вам показываю наш результат. Это именно то, чего мы добивались. Итак, в сегодняшнем видеоуроке мы научились с вами делать переход из футажа и масок. На этом наш видеоурок окончен. Всего вам доброго. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok